К сообщениям из России. В канун недели о мытой рефарисеи митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии совершил всеночное бдение в храме святых апостолов Петра и Павла в Знаменке. Наши корреспонденты с подробностями. Петерговцы особо почитают первоверховных апостолов. Ведь в городе неподалеку друг от друга расположились два храма и оба в память святых апостолов Петра и Павла. В одном из них и совершил богослужение правящий архиерей. Очень радостно было побывать сегодня на службе. Как раз исполнилось 60 лет. Получил благословение владыки. Я очень люблю службы владыки в Арсенофии, потому что он своей благодатью всегда озаряет и вдохновляет на подвиги. Небольшой и уютный храм святых апостолов Петра и Павла в Знаменке был наполнен прихожанами. Для них богослужение, которое возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, стало настоящим праздником. Дорогой владыка, позвольте мне от имени прихожан поблагодарить вас за богослужение, за визит. Наш 300-летний храм был закрыт в 1930 году. И с тех пор здесь не было актерейских богослужений. Большим нетерпением ждали вашего визита. По окончании богослужения владыка в Арсенофии напомнил прихожанам притчу о мытаре и фарисее. Господь еще оправдывает нас или осуждает. То есть, как судья, он смотрит, как мы пришли в храм. Одни приехали на колесницы добродетели, как фарисей. Так, когда добродетели распирали, он не знал, как похвалиться Богу. И при этом не стыдился обличить мытаря. А мытарь пришел, как самый последний грешник. Действительно ощущал себя. Он пришел без добродетелей. Он пришел и принес на себе гору грехов. И стал вот сзади храма. И только бился в руки и говорил, Боже, милости, будем и грешнику. Также Владыка отметил, что каждый может определить свое состояние по отношению к Богу. И лучший показатель этого отношения – наша молитва. Она как зеркало. Посмотришь в него и увидишь, как молишься, стоишь в храме. Молитва показывает наше внутреннее состояние, то, чего мы достигли.